Не скучного всем вечера, кто в этот момент находится на канале Тон ТВ. Меня зовут Сергей Хиршельд, я являюсь главным редактором аналитического ресурса «Полоса». Недавно либеральный флагман евритской прессы газета «Арец» написала материал об основных различиях между многоликим Израилем и постсоветским Израилем во всем, что касается диалога в ИСМИ. Газета указала, что русско-израильские ИСМИ, с гордостью несущие в себе наследие тоталитарного советского мышления, не могут позволить политическим противникам свободу слова, кроме как прелюдию к публичному военному суду. Когда общество, цитата по Аарец, абсорбирующее эмигрантов, становится частично обществом, абсорбируемым эмигрантами, не стоит строить больших надежд. Если израильское общество не способно помочь достаточно большому количеству репатриантов из бывшего СССР преодолеть болезнь тоталитарного сознания, надо хотя бы надеяться, что оно само сумеет выработать антитела против этой болезни, чтобы это не стало всеизраильской заразой. Сегодня мы говорим об отношениях русской и израильской прессы. Со мной сегодня в студии известный публицист, журналист, автор книги Israel Goes Russian Нелли Гутин. Добрый вечер, Нелли. И главный редактор газеты «Луч» Михаил Горин. Добрый вечер, Михаил. Михаил, прежде всего, скажите, пожалуйста, как вам последние 20 лет работается на ту аудиторию, которую газета «Арец» назвала метастазами? Насчет метастаза мы поговорим попозже, я думаю, потому что это надо все расшифровывать очень долго. Если очень коротко, как работает на эту аудиторию, хорошо работает. Я работал здесь в самых разных газетах, наверное, за исключением одной-двух. Я во всех успел поработать. И судя по тому, что я продолжаю работать, и ту газету, которую я сегодня редактирую, продолжаю читать, то как бы это взаимная любовь. Понятно. Нелли, скажите, пожалуйста, в вашей книге «Israel Goes Russian», которая стала одной из самых ярких книг, описывающих феномен русской алии, вы очень четко указываете на особенность последней волны русской эмиграции в Израиль. Скажите, на ваш взгляд, есть что-либо общее между тем, как вы понимаете русскую алью, и тем, как ее описывает «Арец»? Ну, во-первых, я хочу немножко шире поставить вопрос. С одной стороны, эта статья последняя задела многих лично, задела наш ресурс, ваш ресурс, вас как редактора, меня как автора этого ресурса. Но я бы хотела ввести это в общий контекст того, что пишет эта газета, именно эта газета, о русских в частности, и о многих группах израильского населения вообще. Дело не в том, что она представила нас, русских, как она представляет русских, и любит ли она русских, а дело в том, любит ли она Израиль, и как она представляет Израиль, как она относится к израильскому человеческому ландшафту, частью которого мы стали интегральной частью и довольно значительной. Значит, дело не в том, что наших бьют, а дело в том, что наших бьют в очень широком смысле этого слова, потому что эта газета, единственная, которая выходит на английский, ну и даже не единственная, но та газета, которая выходит на английском языке, поступает во все дипломатические ведомства, во все большие редакции международной медиа, и она как бы задает тенденцию. И если я выгугливаю, если я беру слово «арец» в английский, и ставлю слово «русские и фашисты», вы знаете, сколько я выгугливаю линков? Где-то 50 тысяч минимум. Я подозреваю, что очень много линков. Михаил, скажите, пожалуйста, Нелли только что сказала, и дело даже не в том, что наших бьют. Два вопроса сходу. Надо ли реагировать, на ваш взгляд, на то, что наших бьют, и справедливо ли обвинение «арец» в отношении русской прессы? Может, на ваш взгляд, мы правда? Отсталые, тоталитарные, с наследием коммунистического прошлого и так далее. Понимаете, для того, чтобы всерьез, если всерьез говорить, и спорить, если у нас получится, сначала нужно как бы расставить вешки. То есть договориться о неких понятиях, которые были бы одинаково приняты. Это понятие, кто это наши, во-первых, во-вторых, что такое тоталитарность и так далее и тому подобное. Во-первых, я не согласен с самим посылом, что «арец» бьет. Если мы говорим конкретно об этой статье, то это мнение конкретного публициста или журналиста. Я не знаю, кто автор этой статьи, честно говоря. Это его точка зрения. С ней можно соглашаться или нет, но это не точка зрения газеты. Это же не редакционная статья. Здесь есть свои нюансы, которые нужно понимать. Дело в том, что мы только что оттолкнулись в нашей дискуссии конкретно от этой статьи, но газета «арец» славна регулярными нападками на русскую алью. С этим глупо спорить. На данный момент у меня нет статистики, но, так сказать, это общеизвестный факт, что называется. Вы знаете, я могу вам привести массу публикаций в газетах «Идиот охрану» от «Маариев», «Макори Шон», которые, на мой взгляд, были не менее возмутительны, если говорить о нападках на русскую алью. Это во-первых. Во-вторых, давайте будем говорить так. Я бы, честно говоря, не хотел, чтобы наша передача превращалась в некий позорный столб, которым мы сейчас собираемся приковать газету «Арец». У нее есть своя группа читателей, которая верна этой газете, ее покупают много лет, и, наверное, это не самая плохая часть общества. Это во-первых. Давайте зададимся вопросом, если уж мы говорим так. А вот давайте, что, закрыть газету «Арец». Она плохая? Пусть будет только другая газета, ну, допустим, там «Макори Шон», от этого страна выиграет или проиграет? От того, что исчезнет вот эта вот точка зрения. Я сейчас не собираюсь обсуждать, насколько она правомощная точка зрения, насколько я с ней согласен или нет. Мы сейчас говорим, в принципе, о таких понятиях, как свобода слова. Эта газета или ее авторы так оценивают те или иные события в стране. Или, если мы говорим, в данном случае, отношение к определенной общине. Мы можем этим возмущаться, можем согласоваться, можем ее оппонировать. Что мы сейчас, собственно говоря, и делаем. Но говорить о том, что это просто плохо, и это надо вычеркнуть из жизни Израиля, категорически не согласен. Нет, то посей бог, ни я, ни кто из коллег ничего подобного не предлагал. Речь идет о возмутительных высказываниях в адрес всей русской общины. Это раз. И о том, как эта газета непосредственно и еврейская пресса в целом представляет прессу русскую. Вот о чем идет речь. Неужели мы правда такие, на ваш взгляд? Смотрите, с тем, что написал этот автор, я не до конца, честно говоря, понял, что он имел в виду. Но если имею в виду, что главный посыл это то, что вот, будем говорить так, русские, в кавычках, естественно, русские, это вот все несут в себе пережитки тоталитаризма, тоталитаризма, прошу прощения, и так далее, это, безусловно, глупость. У меня есть вообще своя точка зрения по поводу того, что у нас как бы русской общины нет. Нет такого понятия русской общины, как некого консолидированного конгломерата со своими политическими устремлениями. Ее нет. Я вам приведу простой пример. Я в Израиле 20 лет, и у меня свое отношение и к Израилю, и к политике, и к идеологии, и так далее, и тому подобное. Моя дочь, которая была привезена сюда в два года, у нее совершенно другое отношение к стране. Называть ее русской, это глупость и бессмысленно. А наши родители, моих уже, к сожалению, нет живых, но если бы они были, у них была бы совершенно иная точка зрения, политическая, социальная, какая хотите. Поэтому называть нас всех русские, они вот такие, всякие, они левые или правые, это просто глупость. Ваша позиция понятна, тем не менее, в глазах Арец мы все русские, в кавычках, естественно. И в этой связи, я хочу напомнить цитату нашего премьер-министра Бенемина Нетаньягу, который буквально в последнее время назвал Арец врагом государства Израиль. Я бы хотел, чтобы вы прокомментировали слова Биби. Откуда взялась такая позиция, почему именно сейчас? Это к тому, что если мы говорим, что Арец нападает на русских, мы не должны забывать, что Арец нападает на всех. Начиная от поселенцев, религиозных, евангелистов, республиканскую партию из США. Даже так? Даже так. Даже так. Так что, можно сказать, мы в хорошей компании. Так что говорить о том, что газета именно против русских нет. Она против очень многих групп израильского и не только израильского населения. Так что, то, что Биби Натаньяу назвал или не назвал, он не подтвердил это. Ее как бы врагом... Но такие слова прозвучали, или я ошибаюсь? Прозвучали. Потом он даже не очень опровергал это. Дело вот в чем. Дело в том, что газета Арец уже давно не участвует в внутреннем израильском демократическом дискурсе ввиду очень низкого тиража и очень узкого круга читателей. Я хочу напомнить нашим зрителям, что лидер оппозиции Цепи Ливни проговорилась, что ли, о низких тиражах Арец, назвав образное, естественно, количество читателей этой газеты это шесть человек. Шесть человек. Значит, почему все-таки он назвал? Если шесть человек, можно пренебречь. Значит, газета не участвует в внутреннем израильском дискурсе. Но газета выходит на английском языке и нету на сегодняшний день ни одной антиизраильской публикации, которая бы не цитировала газету Арец. Такого феномена больше в международной политике нет. Это уникальный феномен. Михаил, что хотелось бы спросить. Действительно ли, возвращаясь к профессионализму русской прессы, имеют ли, на ваш взгляд, еврейские коллеги право относиться пренебрежительно к коллегам русским? И ко всему тому, что, так сказать, делает русская пресса в Израиле, как ко второму сорту? Права не имеют. Мы вообще живем в свободной стране, где у всех есть право на все, если только не выходят за рамки закона. Смотрите, я не хочу разбирать этот спор, вот, кто лучше, русская пресса или еврейская пресса, какая из них более правильная и какая больше любит родину, он тянется, вот я 20 лет в стране, сколько я слышу этот абсолютно бессмысленный спор. Прелесть нашей ситуации в том, что у нас нет газеты «Правда», которая определяет, что хорошо, а что плохо. У нас есть много разных газет. Значит, будет абсолютнейшей глупостью, опять-таки, и каким-то стереотипом говорить о том, что вот газета должна быть какой-то вот одной. А кто говорит? Нет, ну мы говорим, что вот она не любит, что газета «Арес», если следует вашей логике, она вот не любит страну. Вот она плохая, то есть она получается вражеская газета. Это не я сказал. Я говорю, следовать из логики того, что вы говорили. Сказал премьер-министр, а не я. Окей, у него такое мнение. Это не русское мнение. Что значит русское? В смысле русское? Это не мнение, которое муссируется в русской среде. Нет, вы сейчас привели такую цепочку последовательной логики какой-то, что вот ее цитируют антиизраильские организации и так далее. И еще раз говорю, если следовать продолжать, это получается вражеская какая-то газета. Вот она не так любит родину, как ее следовало бы любить. Допустим, тем, кто любит читать газету «Умакор Решон», к примеру. Я этого не говорила. Я вам сказала о фактах. Вот что сказал премьер-министр, который совершенно не русский. Факт и понятность. Стена зеленая, что из этого следует? Что из этого следует? Я вам сказала, что это уникальный феномен. Вот это из этого следует. Из этого следует еще одно, еще одно. Что мы не спорим о том, чья пресса лучше или какая пресса лучше. Я вообще ссылаюсь не на себя. Я хочу сослаться на Шелия Ехимович, которая сказала, что ивритская пресса вообще, мы не говорим о Бааретс, вообще ивритская пресса как таковая, представляет 90% тех, кто там работает, представляет мнение 10% общества израильского. То есть, понимаете, 90% израильских журналистов. А кто же представляет всех остальных 90? Нет, у них нету голоса. Почему? У русских другая ситуация. А почему? Если есть такая громадная читательская аудитория. Я не знаю, почему. Почему до сих пор не появилась газета, канал, телеканал или кто-то? Ну, во-первых, Шелия Ехимович сказала это лет 7 назад, или может быть 5, когда еще не было газеты, например, Исраиль Гайом. Тогда была ситуация другая. Это она сказала. Я не знаю, почему она так сказала. Ситуация меняется. Еще недавно идет охрана, называлась Итона Медина, газета страны. Сегодня в бакалейных магазинах просят, возьмите даром, не берут люди. Ситуация меняется. Но вот ситуация такая в еврейской прессе была, что журналисты принадлежат к определенной социальной группе. Народ же читающий принадлежит к другой. Русских другая. Мы, русские журналисты, мы часть нашего социума. Нелли, спасибо. Я вынужден вас перебить. У русских есть своя пресса, у еврейского населения, у кого еврей-родной государства Израиль, есть своя пресса. Как бы то ни было, уважаемые телезрители, я хочу закончить на том, что я надеюсь, мы заложили первый кирпичик в дискуссии об отношениях русской и еврейской прессе в государстве Израиля. Спасибо. Мы обязательно продолжим эту тему. Всего доброго. До следующей недели на канале Итон ТВ. Редактор субтитров А.Семкин